Альфред Грибер. Авторский курс грамматика практического иврита. Урок номер 7. Чтение огласовки шва. Урок ведет Альфред Грибер. Огласовка шва является одним из знаков огласовки. Она идентична знаку двоеточия и всегда ставится под согласной буквой. Чаще всего огласовка шва обозначает отсутствие какого-либо звука. В зависимости от целого ряда обстоятельств огласовка шва может читаться как звук Э. В этих случаях на данный звук никогда не падает ударение. Давайте уточним, когда в современном иврите это происходит. Если первой буквой слова являются буквы ЮД, ЛАМЭД, МЭММ, НУН или РЕЙШ, то огласовка шва под этими буквами всегда читается как звук Э. Например, ЕДИА – знание, известие, сообщение, например, в прессе, заметка в прессе, ЕДИА. ЕРУШАЛАИМ, ИЕРУСАЛИМ, ЕРУШАЛАИМ, ЛЭМИДА, учение, в смысле учеба, ЛЭМИДА, ЛЕФАХОД, по меньшей мере, по крайней мере, ЛЕФАХОД, МЭОД, очень, весьма, МЭОД, МЭНУРА, лампа, светильник, семисвечник, МЭНУРА. НЕУМ, РЕЧ, ВЫСТУПЛЕНИЕ, НЕУМ, НЕСЯ, ПОЕЗДКА, КУДА-НИБУДЬ, ПОЕЗДКА, КАК ПУТЕШЕСТВИЕ, НЕСЯ, РЕХОВ, УЛИЦА, РЕХОВ, РАШИМА, СПИСОК, ВЕДОМОСТЬ, ЗАМЕТКА, в смысле, ЗАПИСЬ, ЗАПИСЬ, в смысле, ЗАПИСЫВАНИЕ, или НАПИСАНОЕ, РАШИМА. Если первой буквой слова являются предлоги Б, ЛЕ, или КЭ, то огласовка ШВА под этими буквами всегда читается как звук Э. Например, БЕВАКАША, ПОЖАЛУСТЬ, С ПРОЙЗБАЙ, БЕВАКАША, БЕСЭДЕР, ПОРЯДКИ, БЕСЭДЕР, ЛЕ ТЕЛАВИВ, В ТЕЛАВИВ, ЛЕ ТЕЛАВИВ, КЭГЕВЕР, КАК МУЩИНА, КЭГЕВЕР. Если первой буквой слова является союз В, то огласовка ШВА под этой буквы читается как звук Э. Например, АБАВЕИМА, ПАПА И МАМА, АБАВЕИМА, ГЭВЕРВЕЙША, МУЩИНА и ЖЕНЩИНА, ГЭВЕРВЕЙША, МОРЕВЕТАЛМИД, УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК, МОРЕВЕТАЛМИД. Если первой буквой слова является глагольная приставка ТЕ, буква ТАВ с огласовкой ШВА, то огласовка ШВА под этой буквой всегда читается как звук Э. Например, ТЕСАПЕР. Ты расскажешь мужской род, она расскажет. ТЕСАПЕР. Если второй буквой слова являются буквы АЛЭФ, ГЭЙ, АЙН или иногда ХЭТ, то огласовка ШВА под первая буква слова всегда читается как звук Э. Например, БЭГИЛУТ, СПЕШКА, БЭГИЛУТ, БЭАЯ, ПРОБЛЕМА, ВОПРОС, ЗАДАЧА, БЭАЯ, ДАХИФА, ТОЛКАНИЕ. ТОЛЧОК в смысле НЕСИЛЬНЫЙ УДАР, ДАХИФА, ЗАЯРУТ, ОСТОРОЖНОСТЬ, БЕРЕЖНОСТЬ, ОСТОРОЖНО, КАК ПРЕДУПРЕЖЕНИЕ, ЗАЯРУТ, ПЭЭР, РОСКОШЬ, ВЕЛИКОЛЕПИЕ, ПЭЭР. Если в середине слова встречаются подряд два одинаковых согласных звука, то гласовка ШВА, которая находится под первой буквой, обозначающей данный звук, читается как звук Э. Например, ХАТЫТАН, любопытный человек, который лезет в чужие дела. ХАТЫТАН, МЕЛЕФЕФОН, ОГУРЕЦ, МЕЛЕФЕФОН, САМЕМАН. ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК, САМЕМАН. Если в середине слова встречаются подряд две гласовки ШВА, то вторая гласовка ШВА читается как звук Э, чтобы избежать произношения подряд трех согласных звуков. Например, КАЛКЕЛАН, экономист, КАЛКЕЛАН, НАМНИМАН, сонливый, НАМНИМАН, ПАКПЕКАН, скептик, ПАКПЕКАН. КАЛКЕЛАН, НАМИМАН.